Закон для нищеты Должна быть указана цифра ниже какого порога. Законы эти действуют для людей, у которых сумма на денежном счету в банке составляет ниже. А другим, у кого выше, так закон должен и гласить. А вот выше этой суммы, когда речь касается таких-то, таких-то миллионов, то здесь закон уже не вправе наказывать таких людей ни за что. Мы должны, понимаете, как бы четко разграничить эти вещи. В нашей стране, друзья, открыли ящик Пандоры. Он ударит по многим, если его до конца откроют этот ящик Пандоры. 19 августа 2020 года филиппинский политик обратился к Путину за помощью по делу о суррогатных детях. Следственный комитет обвинил в торговле людей, этих людей, которые обращаются сегодня к Путину. Возбуждено в январе этого года было дело следственным комитетом после смерти одного из мальчиков, одного из детей. Это не только, друзья, происходит в России. Россия это вот как концлагерь, я вам говорила уже. В Украине ведь все то же самое. Когда объявили начало пандемии и на три месяца все было закрыто, все границы, то в это время в Украине скопилось 500 детей, которых потом продавали, продавали за границу. Они разные. Заказные дети, незаказные дети это были. Они были разные. И не секрет, что таких детей продают в семьи, в семьи гомосексуалистов для утех. Это только так считается, друзья, что их продают для того, чтобы якобы мужчины стали отцами без женщин. На самом деле в 99% это происходит ради утех. Поэтому в России сейчас разрывается скандал. Он, знаете, как нарыв гнойный, который вот-вот готов вылететь из своего жерла. Это скандал, который затронет многих людей нетрадиционной ориентации. Как я слышала на днях канал нашего известного журналиста, он там упомянул даже наших артистов. Киркорова, Сергея Лазарева, Миронова. Это актеры, которых я даже, друзья, никогда не думала об их традиционной ориентации или нетрадиционной. Они проходили как бы мимо меня, потому что я актерами вообще не интересуюсь. Но это я. Я, понятно, у меня своя там дорога в жизни. Но ведь многие интересуются. А раз многие интересуются, друзья, то надо понимать, что все-таки это затрагивает многих, которые поклоняются кумирам своим, своим актерам. А, наверное, никто не знает, как они живут. Так вот, если они заказывают детей, такие как Сергей Лазарев, как сказал вот этот известный журналист, и Миронов, и Киркоров, ну и Галкин туда же. Вы же помните, да? Началось-то все у нас с кого? С Галкина, с Аллы Пугачевой. Но ведь теперь Следственный комитет обвиняет их, это приравнивается к торговле детьми. Торговля яйцеклеткой – это торговля детьми. Что кроется в основе, друзья? Ведь столько лет, надо сказать, десятками лет это все терпелось, это все сходило с рук. А институт, о котором идет речь, он был зарегистрирован в 1996 году. А до этого уже производили детей таких, но не в рамках института. А потом уже стал институт. То есть детей производят где-то с начала 90-х годов. Производили ли их раньше, друзья? Да, производили. И раньше было все то же самое. Но сегодня это встало в какие-то такие рамки, когда никто не поймет, а что же стоит за этим, и как это вообще теперь может закончиться. Или это разовьется в грандиозный скандал, и пойдут аресты. Пока аресты идут людей, которые причастны к институту, которые занимались репродукцией детей. Но ведь речь идет и о тех, кто подпадает под статью. А те, кто подпадает под статью, им грозит до 15 лет лишения свободы. Так вот, будет ли этот закон всех касаться? Или только избранных? Тех, на кого нужно надавить. Но если спикер Государственной Думы Володин имеет таким образом двух детей, то, друзья, надо понимать, что он тоже человек нетрадиционной ориентации, и это вылится скандал такой наружу. Тогда кто нами руководит, друзья? Кто руководит страной? Получается, страной руководят люди больные и подсудные. Но это если следовать выводам Следственного комитета, который сегодня начал работать все быстрее и больше в этом направлении. Так вот, филиппинский политик, политик, причем известный политик, попросил о помощи у Владимира Путина. Это, еще раз повторяю, крупный филиппинский политик Фреденило Кастро. Касается его обращения суррогатных детей. Из дела о торговле людьми. Это так сообщают нам РИА Новости. По словам Кастро, рожденные в России близнецы, его генетические дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело против некоторых российских врачей-репродуктологов. По статье о торговле людьми. И этот скандал, это дело обрастает новыми подробностями. Один из клиентов, фигурантов дела оказался бывший вице-спикер Нижней палаты Конгресса Филиппин Фреденил Кастро. И как рассказал в Бизнес.ФМ порталу адвокат этого человека, адвокат филиппинца в России Игорь Трунов, детей Кастро, близнецов Анику и Артура, родила в России суррогатная мать. Но генетические родители не смогли забрать их домой. Сначала из-за уголовного дела, а потом из-за пандемии коронавируса. Кстати, друзья, пандемия, коронавирус, они сыграли, скажем, против этой всей ситуации, когда можно было совершенно беспрепятственно приезжать в Украину, в Россию, и там производить себе сколько хочешь детей. И каких хочешь. Вот это суррогатное материнство, это, конечно, против закона вообще у человека. Я не беру настоящие законы, но сама суть, она против человека направлена. Суррогатная мать, как уже говорит Игорь Трунов, надо послушать, что он говорит, потому что защищая филиппинца, он будет кашу манную варить у себя во рту. Он будет молоть все, что угодно, чтобы только защитить этого филиппинца. Но если будут такие, как Игорь Трунов, защищать филиппинца и подсовывать один закон под другой, один закрывать, другой прикрывать закон, а потом на свет выставлять все, что ему нужно, друзья, у нас так и будет в стране. Вот такая чертовщина с детьми, с рождением детей. Ведь это страшно, что потом творят с детьми. Страшно. Но я не говорю это обо всех родителях. Возможно, там Володин, он любит своих детей. Но Максим Галкин тоже лелеет своих детей. Это понятно, да? Филипп Киркоров тоже. Но, друзья, мы же не знаем, что стоит за этим дальше. Пока это так, а дальше, как это будет, мы не знаем. Что касается семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина, она сама по себе нетрадиционная семья, не в рамках, скажем, нашего общества и нашего морального понимания. Это все проглотило общество. И все решили, что это нормально, лишь только потому, что это известные люди. Понимаете, когда мы будем в одну сторону складывать бедных под закон, а в другую сторону богатых вне закона, то получится, что, друзья, зачем закон? Закон для нищеты, для бедноты. А для кого закон? Если закон только для бедноты, то нужно так и обозначать в законе, друзья, что ниже денежного такого-то порога должна быть указана цифра, ниже какого порога. Законы эти действуют для людей, у которых сумма на денежном счету в банке составляет ниже. А другим, у кого выше, так же закон должен и гласить. А вот выше этой суммы, когда речь касается таких-то, таких-то миллионов, то здесь закон уже не вправе наказывать таких людей ни за что. Мы должны, понимаете, как бы четко разграничить эти вещи. Но у нас они не разграничиваются. Поэтому, друзья, и получается так, что когда дело касается Филиппа Киркорова, то здесь, по словам, опять-таки, очень известного нашего журналиста, который эту тему поднял, получается, что Филипп Киркоров своих детей или ребенка, но мне кажется, у него несколько детей, он их произвел в 2013 году. Одного из них, я насколько понимаю, а других, может быть, еще раньше. Но одного из них произвел в 2013 году. И поэтому Следственный комитет обратился к 2014 году. То есть закон начал действовать с 2014 года. А почему не с 1996 года, когда был создан этот институт? Здесь вот странные такие понятия. И что касается вот этого филиппинца Кастро, после изъятия детей органами опеки, их направили в Видновский дом ребенка. Об их состоянии филиппинскому политику ничего не известно. О препятствиях для возвращения Аники и Артура на родину родителей, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов. Но вот он говорит так. Что случилось в данной ситуации? Как это я вижу? Причина пандемия. Процедура, естественно, застопорилась. И эти иностранцы, о которых сейчас мы говорим, то есть достаточно уважаемые люди на Филиппинах формально, юридически, не могут являться родителями детей. За что ратует адвокат Трунов? Скажите, пожалуйста. Да все очень просто, как дальше говорит Юрасов. Дело в том, что в соответствии с федеральным законом о гражданстве, часть 2, статьи 12, через 6 месяцев после обнаружения такого ребенка, если ребенок не был зарегистрирован за новыми родителями, он автоматически становится гражданином Российской Федерации, плюс сиротой. Поэтому сейчас невозможно юридически вывести данных детей за границу. Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено в январе этого года, после смерти одного из суррогатных детей в квартире в Подмосковье. Экспертиза установила, что причиной трагедии стал синдром внезапной смерти новорожденного. Суд отправил под арест семерых человек, в том числе врачей-репродуктологов. Но рассмотрение дела откладывается. Филиппинец, человек большой политики, Кастро просит президента России разобраться в ситуации. Но у нас есть закон. Значит, филиппинцу мы должны простить. С филиппинцем мы должны поступить так, как он этого просит. И говорит он по этому поводу, что процедура экстракорпорального оплодотворения проводилась с соблюдением всех норм законодательства. И он готов лично приехать, чтобы дать тест на отцовство. Ну а дальше, друзья, то, что я вам скажу, вы уже все сразу поймете. В чем здесь дело? Определенную роль в разрешении этой истории может сыграть геополитическое сближение Москвы и Манилы при президенте Родриго Дутерти. Правда, на предыдущих выборах Кастро поддерживал его конкурента. Хотя кого волнует, когда речь идет о политике большой? Речь идет о политике, и на этого политика филиппинца Кастро можно нажать, надавить, чтобы он изменил свое мнение. Все очень просто, друзья. Речь идет о большой политике, а не о детях. А вы-то думали, что детей спасают? Вы думали, что суррогатное материнство хотят запретить? Нет, речь идет о большой политике. Необходимо, чтобы этот большой политик Кастро поддержал именно Родриго Дутерти. Его он должен поддержать. А он на прошлых выборах против был и поддерживал его конкурента. Здесь выборы, значит, могут войти в тупик. Лучше такого вот большого политика держать на цепи. А на цепи его привязали тогда, когда ему предложили год назад сделать это суррогатное материнство. Потому что малышам по 11 месяцев. То есть еще нет и года малышам. Да, они находятся в детском доме. Я думаю, за ними там хорошо смотрят, наблюдают и ухаживают. Так что, друзья, все дело только в большой политике. Абсолютно. А когда дело касается большой политики, то почему бы и не полететь всем головам, ну, тем же самым репродуктивным центром? Почему бы им не полететь? А это для того, чтобы, друзья, большие политики как раз испугались, поджали под себя свой хвостик маленький, который, как оказывается, не работает. И вот этот хвостик будет вилять туда-сюда и делать все то, что им будет приказано. А приказано кем? Владимиром Путином. Ну, я понимаю, что вы можете сказать бренд. Давайте пока это оставим. Мы уже все понимаем, что это бренд, именно Владимир Путин, что сам Путин неизвестно где. А мы будем говорить, да, бренд Владимир Путин. Так вот, кто, друзья, виновен во всех горестях этого филиппинского политика? Ну, политика, большая политика и будущие президентские выборы. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Все так просто. А Ларчик просто открывался. А вы уже думали, что Следственный комитет будет бороться? С кем? С нашими актерами, которые не хотят заводить традиционных семей, но просто их женщины не интересуют. Или тот же самый спикер Государственной Думы тоже непонятно, в каком положении. Его тоже женщины не интересуют. Вот так, друзья, вы думали, что будут делать? Никто их не тронет, друзья. На то они и спикеры. А иначе кто бы его посадил на место спикера? Ну, кому он нужен в этом кресле? А нет, нужен. Своих-то, своих-то по головке гладим, на жирные места сажаем. Вот такая политика у нас, друзья, смешная, да безобразие. Мерзкая, противная. И никогда правды не будет. А я тоже действительно возрадовалась. Думаю, надо же, Бастрыкин, какой молодец. Человек-то вообще-то серьезный оказался. Но, оказывается, и он подвергнут таким же коллапсом в политике. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Таня Карацуба, Сеидбургхан. Редактор субтитров А.Семкин